доброго времени суточек ребятки мы собираемся в школу отвезу девчонок сегодня после школы повезу на степу мир коробку все одеваемся быстрее вот же вид у меня такой с утра приехала отвезла девчонок у нас мороз был я думала тепло но нет был мороз не маленький так вот и не лежит так покажу как выглядит дом наш я не показывала наверное никто еще не видел забор тоже у нас очень сильно облупился надо его красить по весне дом тоже немного так конечно тоже его обдалом красить надо все принципе вот такой вот дом дом высокие потолки три метра ну зиму конечно прохладно как ни крути как не топи или уходит очень много газа чтобы отопиться или же будет прохладно так что лучше конечно потолки низкие медь так вот а гараж у нас рядышком находится с дома тоже надо красить тоже так краска облупилась так все захожу машинка хоть таврюшка но на сигнализации все сигнализация сработала это чем хорошо что можно где-то оставить и его и не бояться хотя тут и воровать то ничего но все же лунку привязала а этого еще малышонка нет сейчас им сразу покушать да а потом уже займусь делами уже какое солнышко ярко вышло на улицу как же приятно и хорошо сегодня мне не нравятся колеса надо наверное ехать качать срочно таки на полу спущенных в общем тут еще на монтажка сейчас попробую туда съездить таки колеса в мене не дуже гарни хорошо что тут шиномонтажка подкачать можно подъехала к шиномонтажке накачали мне колеса сказали что они у меня даже перекаченные в некоторых местах были 3 атмосферы говорит для вашей машины 2 атмосфер достаточно это под спустил где-то подкачал в общем это было стоило стоило это 10 гривен бежит мой зайчик все путем ехать парковались рядом возле музыкальной школы подъезжали было полную парковка только сюда заехали две машины выехали в общем и с настенькой идем магазин нам еще рано пока пойдем за пирожками смотрите какой с киви пирожок слойка первый раз такой купили мы и 1150 впереди наша машинка стоит так пришлось поставить пока настенька будет учиться я пойду за продуктами схожу магазин за настью же а что мне делать мне же надо как-то время куда-то деть солнышко светит но так как будто мороз берется мне даже руки начинают замерзать сейчас пойду в сельбу потом воды были наоборот воды бы потом сельбу куда получше наверное все таки сады бы иначе вышла сипов сошла в сельбу первый магазин еду сейчас в отб немножко уберу продукты скупилась на 500 гривен или пакет дотащила ничего такого основного не брала вот что прям вот 500 гривен нет в общем подорожало все очень сильно сейчас нахуй сейчас Настюша ну да и калочки кучнила кемешки чтобы приехать так и печенюшку вот это ботонечка вечерин на улице через полчасика у Настюшки закончится урок хочется чтобы побыстрее выехать пока еще так совсем сумерок нет со мной рядом вон собачка такая дешит миленькая я так выигрывалась еще и его накормила я сейчас сяду в машину и буду сидеть уже устала ходить сейчас перейду вон машинка стоит в общем прошлась по магазинам посмотрела ну что то что может быть хочется купить не особо сейчас разгонишься но ничего сделаю вам обзорчик в общем как не поездка так надо обязательно что-то покупать потому что что-то заканчивается но у меня в морозильной камере еще есть и печенка у меня есть утки 8 потому что это все нужно как-то есть поэтому я в этот раз не беру филе обычно еще филе куриное беру в общем я так его и не купила и наверное не буду уже покупать надо будет заняться разгружать паразильную камеру надо хватит складывать хватит копить сейчас попробую сесть в машину может перегоню ее сижу ребятки не унываю в машине все-таки покомфортней всем привет мои дорогие и любимые подписчики мы с Настенькой приехали кушать хотим я быстренько сейчас вам сделаю обзорчик и быстренько буду готовить я иногда когда приезжаю очень люблю готовые пельмешки сейчас мы быстренько поставим воду и отварим люблю я магазинные пельмешки вот такая я вот и это побыстренько мы сейчас мы быстренько приготовим вот хотя у меня есть рис с мясом не плов а вот именно рис с мясом у меня есть приготовлено вот такие вот мюсли я взяла девчонкам и себе тоже с чаем попью взяла сосиски я буду готовить хот-дог сегодня наверное не буду завтра буду готовить и сниму как я делаю хот-доги в домашних условиях я взяла к ним булочки булочки вот такие вот ну любимых хот-доги ничего не поделать так что еще тут в общем 500 гривен я потратила а в принципе ничего такого нет вот пачка масла которая уже стоит около 50 гривен туалетная бумага пачка соли консерва килька так это для супа так мы ее не кушаем а суп и вообще так надо такие на запасы делать вот которые не портятся да продукты вот печенюшки к Марию взяла взяла десяток яиц что-то наши курочки разбилось яйцо надо же ой одно яйцо разбилось вижу пока довезла где-то что-то удалилось два семьдесят пять по-моему яйцо две гривны семьдесят пять это получается доллар доллар одно яйцо почти доллар так десяток в общем 27.50 кажется или 27 почти 28 в общем один доллар яйцо такой вот сок купили сейчас будем тоже пить после пельмешек палочки кукурузные напишите кто такой покупает я очень люблю давно не покупали а обычно раньше часто это делали затем я купила себе кофе 50 грамм пишут натуральное что я только не пробовала мне очень мало нравится какой кофе какой кофе какой он да а то будут сейчас меня поправлять в комментариях так кава натуральная порошка подобная крем посмотрим может это понравится мне потому что мне вкус такой все что я не пью мне не нравится кажется что все это как это подделка так да понимаю что кофе машина это будет самый лучший вариант но не сейчас пока нет такой возможности так затем семечки обязательно я обожаю лоскать семечки смотреть фильм кто меня давно смотрит тот это знает еще пачка семечек за 5 гривен очень интересно я просто еще не дала я там сняла маленький сюжет 5 гривен семечки 180 грамм а эти 135 грамм 8 гривен акция были по 10 50 по акции 8 а эти 5 очень интересно попробовать так что еще я купила я сказала яблок большое количество у нас яблоки очень сильно идут поэтому я взяла около 5 килограмм ага и морковка так два батона два батона так чтобы у меня руки были развязаны чтобы я могла что-то готовить а не заниматься только хлебом так поэтому быстренько батон ну на пару дней может быть у меня еще кстати хлеб есть вот и овсяные пластики овсяные пловья кашку кашку будем со сливочным маслом это просто вкуснятина я люблю туда тоже яблочко добавлять бананчик изюмчик курагу всякие такие вот фрукты сухофрукты очень вкусно это кашка просто мечта и все лавки ага про месу я сказал у девчонки уже позабирали их соус майорешный это для хот-догов так у меня кетчуп есть кетчуп есть еще вот такие вот небольшие продукты практически ну это на сколько дней да ага и морковки морковки я взяла много мы поедем до бабушки и повезем ей морковку и она еще яблок просила но уже как будем ехать мы ей купим уже у нас яблоки вот морковки много взяли она любит морковку ест она ее поэтому мы бабусе взяли побольше так вот так вот ребятушки все а завтра мы будем делать с вами хот-дог ну и посмотрим я думаю что хот-дог а там дальше посмотрим что будем готовить я достала короче у меня там заморожено в морозилке очень много еще птицы надо потихоньку ее доставать и кушать но нельзя так это все складировать у меня забито просто все и надо потихоньку это все таки как-то как-то есть все мои хорошие подписывайтесь кто не подписался кто подписался я благодарю от чистого сердца от всей души спасибо вам огромное ставьте лайки пишите комментарии пишите хорошие добрые комментарии плохие комментарии мне приходится удалять почему потому что это новый канал если сразу с самого нуля уже будут такие грустные нехорошие комментарии боже мой давайте будем добрее давайте будем с вами более ну вы знаете я бы никогда не написала плохого комментария но мне просто было бы жалко человека это с одной стороны а с другой стороны это же нужно иметь внутри что-то такое вот нехорошее чтобы что-то нехорошее кому-то написать или сказать ребятки давайте будем добрее давайте будем друг дружке внимательней и тогда будет очень все хорошо все всех вас люблю пока